Уголок 19 века. Женские образы, кажется, сошли с картин, чтобы предстать перед публикой во всей красе в полный рост. Вот портрет, написанный Павлом Чистяковым. Деталям автор не придал особого значения, а мастер-кукольник, напротив, должен учесть каждую мелочь. Первый у вас такой опыт? Работа по картине, да. Опыт очень интересный. Было приятно. Как долго вы трудились над этой барышей? Ой, долго. Прежде чем приступить к созданию кукольного образа Унтера, мастеру из Туапсе пришлось основательно изучать историю костюма. А работая над портретом жены Серова, продумывать и цветовое решение наряда. Я держу в руках репродукцию картины известного алтайского художника Геннадия Федоровича Барунова. Называется «Отец». А вот тоже отец, выполненный в текстильной технике, мастерица из Новокузнецка. Говорит, в данном случае передать портретное сходство очень сложно. У автора все получилось. Проект «Куклы в зеркале художественных полотен» в Барнауле представлен впервые. Мастерам-кукольникам предложили несколько репродукций на выбор. Подлинники хранятся в фондах. Елена Ковалюк из Новосибирска, говорит, практически сразу полюбила свою длинноволосую героиню. Я долго искала ткани. Это все натуральные, дорогие, шелка, кружева. Ну, это, конечно, приятно было все. Откроется выставка. В ночь музеев будет работать месяц. Организаторы уверены, куклы способны усилить и подчеркнуть художественное богатство фондов. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.